Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, многим жителям пришли платежки, как им кажется, с завышенными тарифами. Действительно ли менялись тарифы? Собственно, одна из целей и задач приезда сюда, она была как раз в том числе реагирование на эту ситуацию, потому что в Саратове у нас получилось так, что на нашей территории, где мы присутствуем в 16 областях, какая-то такая сложилась более напряженная ситуация. Поэтому то, что сейчас происходит и вызывает вопросы, совершенно нормальные вопросы, мы с этим работаем регулярно. Есть масса обращений, в том числе мы лично, мне на стол, в кабинет уже генерального, так и как здесь филиалу. Собственно, львиная доля этих обращений, это действительно вопрос какого-то такого разъяснения на понимание, потому что не обязательно, не всегда это ошибка. И мы, может быть, действительно, сколько-то там недоработали, так вот по ходу зимы, там, вот эту объясняющую часть, там, поясняющую часть, ну, разъясняющую люди. Зима была совершенно нестандартно большой и холодной. Ну и, естественно, увеличился объем производства тепла, так как увеличился объем потребления тепла. Я уж, может быть, совсем там прописную истину говорю, мы производим ровно столько, сколько потребляют. Вот мы отрасль, которая не складирует на склады продукцию в своем виде тепла, там, берут потребители 2 геокалории, мы 2 производим, берут 10, 10 производим. Тут никак не по-обратному, это одно из другого вытекает. И, коль скоро, как уже сказал, зима была очень холодная, то, естественно, произошло больше потребления тепла. Ну, все взрослые понимаем, чем холоднее, тем больше греем на это. Вот, потому, тем, собственно, во-первых, и в главных, потому, вот это и вызвано как раз увеличением платежек, которых сформулирован сразу запрос по факту прошедшего месяца. При этом все время возникает вопрос, роста тарифов за этот период не было. Здесь января, там, в начале года роста тарифов не было. Рост тарифов произошел в прошлом году в июле и произойдет, сколько-то там по принятым нормам, в июле 21 года. То есть, говорится, для того, что роста тарифов в январе-феврале не было, это вопрос в основном количественный. Если вот брать всю картину и характеризовать ее. Это количественный тепла, потому что больше потреблено тепло, больше отпущено, больше, естественно, предъявлено к оплате. Это вот пока отсюда. Я думаю, я сразу и ответила на вопрос про тарифы. Спасибо. Информационное агентство взглядом ФОБАКС и ФРАГИН. Из некоторых жалобы касались начисления платежей за отопление. На одной улице в двух разных домах находятся, а платежки по-разному считаются. Почему в соседних домах, грубо говоря, на одной улице, у жителей разное начисление за отопление? Может, какие-то особенности? При одинаковых обязательных условиях. Одинаковые квадратные метры, там, квартира, если это квартира и так далее. Коллеги, хорошо, давайте я проясню, потому что понятен, в чем вопрос и понятен, откуда вопрос. Платежка рассчитывается там по количеству потребленного тепла в итоге в рублях. Там существует большое количество параметров. Одно дело, количественное то изменение, о чем я, чтобы не повторяться, сказал в первой части. Вторая часть — это, собственно, характеристики дома. Во-первых, я так должен сказать. Насколько он утеплен, насколько он соответствует строительным нормам? А это проблема не только в Саратове, а и в России. Так строили, так есть, либо там состояние современное такое. Как занимается управляющая компания регулированием тепла в дом? Ведь я же не в оправдании говорю, мы же большая статическая система. Если в этих двух домах, о которых вы говорите, и там, и там наше тепло, то от ТЭЦ в трубу оно приходит сюда 100 градусов и сюда 100 градусов. У нас не бывает так, что от ТЭЦ вышло 100 градусов, на одной трубе сюда 100 градусов, сюда 80 пришло. Так не бывает просто. Значит, говорит это для того, что входной параметр во всех домах, вот если рядом, я понимаю, может быть, совсем в другую сторону города, там изменение какое-то. А если вот пример, который вы говорите, в соседних домах, это строго одинаково на входе, наше тепло оно не может быть разным. Значит, туда 100 градусов и сюда 100 градусов. Дальше начинается часть критериев и параметров, о которых я сказал про дом, насколько он в санитарном состоянии. Я сейчас, поверьте, не пытаюсь там перевести стрелки на управляющую, например, компанию. Ну, просто вот, вот просто так. Если одинаковые параметры входные в дом, значит, там должно быть одинаково, вот в тех двух квартирах, о которых вы говорите, обязано быть. Ну, а дальше начинается уже индивидуально, я не знаю, кто это там, теплый, нетоплый дом, подъезд, не подъезд, я не знаю, утеплена квартира и так далее. Услышьте, не перевожу на кого, просто нужно всегда понимать и в этой ситуации разбираться. Что мы, кстати, и делаем, и даже сейчас начавшаяся работа с прокуратурой, тоже уже ни для кого не секрет, и вы об этом слышали, она ровно на то направлена. Мы разбираем каждую ситуацию, каждую заявленную. Там же заявки и жалобы идут по конкретной квартире, а потом разбирается каждая жалоба. И там же, например, будет также разобран тот пример, о котором вы сказали. Это такая рабочая ситуация. Я понимаю, что вот это вызывает, удивляет, но мы, собственно, в этой системе живем. Так же, как уже не заданный вопрос, например, есть еще одна ситуация, а почему я живу в квартире 80 квадратных метров, а мне вдруг пришел платеж на 100 квадратных метров. Я уж так упреждаю, там были и такие части вопроса, мы от того, что уже вот сейчас разбираем в этой ситуации. Ну, метраж не я определяю, мы берем, собственно, величину квадратных метров квартиры, нам ее дает либо управляющая компания, либо в регистрационной палате. Ну, короче, органы, в которые владеют информацией, я же не обмеряю, не выхожу. Мы ее взяли, да, да, есть у нас ошибки, это правда. В итоге мы их разбираемся обнаруживо, и, значит, в итоге исправляем. Потому как я вначале сказал, мы с каждым обращением обязательно отрабатываем. С человеком у нас нет такого, чтобы, ну, там, мы все, вот, забыли и все. Поэтому можно перечислять и дальше, там причин может быть еще больше, наверное, по-крупному, вот так, по-группу, наверное, вот почти все перечислили. Либо на примере двух соседних квартирах, либо вот... Спасибо. Оксана Лосатянко, интернет-свейдинг ТВСР. Скажите, пожалуйста, заканчивается сейчас отопительный сезон, и планируется ваша энергокомпания использовать в своей работе современные материалы? Ну, к примеру, это, в частности, будем говорить, это про пластиковый травопровод, который долговечен, будет долговечен, подвергается коррозия, как металлические. Есть ли уже какой-то опыт в других регионах использования такого травопровода? Ну, мы этим, во-первых, мы этим опытом обширным обладаем, и мы уже много лет применяем любые материалы синтетические, потому что в любом случае мы ищем всегда применяемый материал, либо это новизм и новая технология, но в любом случае никогда не забываем по качеству там и так далее. Потому что подача тепла это, вообще-то, сильно нормированная в технологическими там критериями отрасль. Если говорить уже совсем вот на ваш вопрос про пластики и так далее, пластики на все виды температур и на все виды диаметров не применяются. Пока еще, с оговоркой пока, потому что производители идут, там уже дошли до, если так, на вскидку миллиметров 300, то и до 400 уже пластики можно применять, если про диаметры. Дальше есть вопросы температур, не более там. Мы работаем, наша система отопления построена с предельными параметрам по графику до 150 градусов, ну, это если вот совсем морозы. А таких пластиков для таких температур тоже пока нет. Поэтому там, где, ну, по сути, получается сегодня на малых диаметрах и на температурах примерно в виде горячей воды, а это 60 градусов мы подаем, там мы уже много лет применяем пластики. И здесь тоже. Это такая обязательная вещь, но при тех ограничениях, которые я сказал. Поэтому я бы, может, так, если там все, я бы так скорее так успокоить. Вот мы там действительно, этот разбор вот этой ситуации, все у нас есть перечень, в том числе теперь он уже формализован, прокуратура. Мы все отрабатываем в каждом случае, поэтому спокойно успокоим людей и все. Я надеюсь, то, что вот сказал про причинности, ну, как-то там понятно, что можно это все и нужно дольше объяснять, но, в принципе, обозначил возможные случаи, вот, по которым, собственно, возник этот спор. Нормально это мы отрабатываем, мы точно от этого не уходим, в том числе, как с прокуратурой работаем активно, там уже совместные разборы группами, все это движется. В ближнее время, я надеюсь, всем дорасскажем. Жалко, что она создалась ситуация, может быть, бездействительно, в том числе и наша недоработка, что мы так... Ну, не все объяснили на увреждения, что называется, ну, и какие-то случаи недоразобрали, ну, поправим сейчас эту ситуацию.